Девушки отдыхают Когда они в десятый раз берутся за заведомо провальную игру На игру вы потратите совсем немного времени Даже традиционно короткие серии первого сезона были длиннее Это яркий стиль и незабываемая атмосфера Которая чем-то напоминает одновременно Хитмен и Макс Пейн С наступающим, игроманы! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей Фак — это ваш проводник в увлекательном путешествии по миру компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете самое интересное из того, что породила индустрия игростроения за последнее время И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу Какая бы опасность не угрожала миру У детективов Сэма и Макса всегда хватало изобретательности для того Чтобы справиться с бедой и выйти из всех передряг без единой царапинки Сейчас же настало время нового витка в истории наших героев Второй сезон На этот раз в преддверии новогодних праздников Беду попал не кто-нибудь, а Санта-Клаус Конечно, Сэм с Максом никогда бы не оставили без внимания такое происшествие Тем более, что неприятности сами пришли к ним В прямом смысле слова — на своих двоих Видимо, кто-то решил неудачно пошутить Подослав к штаб-квартире сыщиков робота внушительных размеров и весьма агрессивного Худо-бедно усмирив разбушевавшуюся машину Детективы узнают, что механический разрушитель прибыл к ним с Северного полюса Очевидно, что Добряк Санта сам никогда бы не решился сделать подобный презент Так кто же виноват? Это детективы и постараются выяснить, отправившись прямо в резиденцию старика Клауса В результате в Ice Station Santa мы можем встретить не только завсегдатаев Сибил и Боску Но и близнецов-актеров Soda Poppers Не обошлось и без новых лиц Поприветствуем Стинки, хозяйку ресторанчика Системные требования к игре таковы Процессор с частотой 1,5 ГГц 512 МБ оперативной и 32 МБ видеопамяти На жестком диске первая серия второго сезона Сэма и Макса займет 300 МБ Прохождение Ice Station Santa занимает совсем немного времени Даже традиционно короткие серии первого сезона были длиннее А размеры игрового мира так и остались крохотными Новые локации можно пересчитать по пальцам одной руки Однако скоротечность Ice Station Santa ничуть не сказалась на увлекательности эпизода Четверка за геймплей Графика не изменилась ничуть Ну разве что появилась поддержка широкоформатных мониторов То, что выглядело симпатично год назад Сейчас смотрится довольно блекло Впрочем, создатели обещали подретушировать графику А к третьему сезону, может быть, и вообще движок сменят Но пока больше тройки за внешний вид поставить нельзя Что касается юмора То здесь неугомонной парочке по-прежнему нет равных Чтобы не произошло с героями, мы с вами волей-неволей будем хвататься за животы Пять баллов за превосходно озвученные шутки Похоже, что Телли Тейл Геймс еще долго не собираются отправлять Сэма и Макса на бокой С другой стороны, такое легкомысленное отношение к своему детищу может дорого обойтись разработчикам Ведь в техническом плане игра осталась на прежнем уровне Четверку получает первая серия второго сезона Сэма и Макса Все хорошо в рождественских праздниках Жаль только, кончаются быстро Но уже в январе выйдет очередной эпизод второго сезона Сэм и Макс Где главных героев ждут рабочие будни Такие же веселые и увлекательные, как всегда Пока же мы разбираем ваши письма по первой серии И вот некоторые ответы на вопросы по прохождению Вопрос Помогите Огромный робот разгромил все вокруг и даже перевернул машину Сэма и Макса Как заставить его уйти? Ответ Просто поговорите с ним Старайтесь задавать ему как можно больше самых разных вопросов Огромный железный злодей оказывается большой любитель подумать Как только он отвлечется от своей разрушительной деятельности Бегите наверх в контору Сэма и Макса В окно увидите ключ, торчащий из спины робота Стоит его вытащить, как громила, тут же упадет Вопрос Сэм и Макс приехали к Санте-Клаусу Но тот заперся в своей комнате с автоматом И не хочет выходить, угрожая всех убить Что же делать? Ответ Обратите внимание настоящих около елки эльфов Слезы одного из них, как назло, самого веселого Обладают волшебной силой Стоит ими полить любое растение, как оно тут же вырастает до гигантских размеров Ваша задача заставить эльфа-весельчака заплакать Для этого нужно сказать ему, что он и Санта не настоящие, а всего лишь детская сказка Далее возьмите лейку с волшебными слезами и отправляйтесь на улицу Там увидите маленькое растение в горшке Полейте его, и оно вымахает у вас на глазах Далее забирайтесь по веткам дерева на крышу и прыгайте в трубу Кейн энд Линч Дэдман Это в первую очередь задорное такое интерактивное кино Которое нужно смотреть в крошках попкорна И максимум в компании лучшего друга Любимая девушка, силком затянутая на такой фильм, может в отместку стать чей-нибудь другой любимой девушкой И только потом это виртуальный командный экшен с видом от третьего лица Подобная расстановка приоритетов разительно отличает новую игру I.O. Interactive от их предыдущего проекта Hitman С этой точки зрения Кейн энд Линч Дэдман куда более простая, почти одноклеточная игра Новаторства здесь не так уж и много Основное наше занятие здесь стрельба из укрытий Вплотную подведенный к препятствию персонаж сам займет нужную позицию, позволяющую ловко выглядывая из домика, пачками разить супостаток А выбывшие из строя напарники возвращаются к жизни элементарным способом Нужно добежать до него и успеть вколоть дозу адреналина Игра поступила в продажу 13 ноября 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 128 МБ видео, а также 7 ГБ на жестком диске Означает ли это вторичность и упрощенность многих элементов, что играть в Кейн энд Линч Дэдмен неинтересно? Отнюдь, виной та самая фонтанирующая киношность действия Это очень мужской, динамичный и слегка безумный боевик Который делает ставку не на тактику или тщательное планирование миссий А на бешеную скорость, размах и постановку хлестких неординарных ситуаций В которые попадают наши герои Ну и, конечно, на харизму, собственно, Кейна и Линча Наша оценка геймплея — 5 баллов А вот графика вряд ли способна чем-то удивить Ещё летом мы бы пускали на неё слюни Но сегодня, на фоне кризиса и третьего Unreal'а, просто констатируем Да, красиво, да, отличная детализация моделей и текстур Особенно заметная на топовых видеокартах Да, хорошая работа со спецэффектами Но ничего выдающегося Плюс с местами слишком уж простенькое убранство уровней И не самая лучшая оптимизация движка 4 балла за внешний вид Отличную работу проделали те, кто ставил звук У IO Interactive по традиции этому делено особое внимание Тяжёлый, уставший голос Кейна Гулкое сердцебиение Детский смех или плач В сопровождении грустной лирической музыки Выражают больше, чем мегабайты текста И километры от снятой плёнки в иных кино Или игровых проектах Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов Эта игра — история двух уголовников Которые получили шанс на спасение А в итоге пошли тропой мести Из собственных психозов Намертво прибивает к стулу Безоговорочно требуя полного погружения Вплоть до финальных титров А также нашлось место для уникальных сцен Которые и придуманы И поставлены по высшему голливудскому счёту Наша общая оценка игры — 5 баллов Главный аргумент Кэйн Эн Лич Дэдман Это яркий стиль и незабываемая атмосфера Которая чем-то напоминает одновременно Хитман и Макс Пейн Здесь та же безысходность Которая серой дымкой стелится над всем этим насилием Кровью и дымящимися гильзами Именно эта атмосфера придает цельность той мозаике узнаваемых образов Сцен и игровых элементов Которая положена в основу Кэйн Эн Лич Дэдман В итоге мы получили действительно что-то уникальное, яркое А сейчас разберём наиболее интересные и сложные моменты в игре Первый вопрос Как в этой игре сохраняться? Отвечаем Сохранение по чекпоинтам Следующий вопрос Подскажите, как пройти момент, где ездит огромная махина И переезжает дочь Кэйна в яме? Как убить водителя? Отвечаем Нужно стрелять в стекло кабины, чтобы попытаться убить водителя Стекло прочное и стрелять нужно точно Следующий вопрос Как пройти момент, где вас линчем окружили? И два злодея стоят и говорят дочерью Кэйна Отвечаем Как заканчивается разговор? Стреляй в мину около трупа Карлса Следующий вопрос Помогите, кто знает, что надо делать во второй миссии? Что там должно происходить? Оружие я получил и просто тупо бегаю по этажам Отвечаем Ты должен с линчем забраться на третий этаж, чтобы научиться слезать по канату Потом появятся менты Смотрите во второй части программы В тылу врага 2 Братья по оружию Это яркий пример того, каким должен быть идеальный аддон Восемнадцать стальных колес Американ Лонг Хоул Иногда задаешься вопросом Что же движут этими людьми Когда они в десятый раз берутся за заведомо провальную игру? Смотрите во второй части программы Восемнадцать стальных колес Американ Лонг Хоул Иногда задаешься вопросом Что же движут этими людьми Когда они в десятый раз берутся за заведомо провальную игру? В тылу врага 2 Братья по оружию Это яркий пример того, каким должен быть идеальный аддон Есть такая особая категория игр, предназначенная для совсем уже отчаявшихся мазохистов Речь идет о всевозможных стимуляторах транспорта Это и шип-симулейтор, и майкрософт-трейн-симулейтор, и убогий бас-драйвер И как в любой другой тусовке, среди этого позорного пантеона существуют свои долгожители Первый симулятор дальнобойщика появился аж в 1998 году За прошедшие почти 10 лет Ничего качественного нового в этой игровой нише не появилось В чем вы сейчас и убедитесь Американ Лонг Хоул Очередная серия мыльной оперы про дальнобойщиков Смотрим! Действие игры, как и в предыдущих частях сериала Происходит главным образом на бесконечных магистралях американского континента Добавилась пара-тройка новых городов А в целом кат осталось все той же Сюжета как такового нет Есть только великая американская мечта Заработать миллион долларов и жить прибиваючи В общем-то средств для достижения этой цели не так уж и много Нам доступны многочисленные терминалы, автозаправки Магазин запчастей и новых грузовиков В общем-то в антураже этого серого многообразия Мы и будем знакомиться с тяготами и лишениями жизни дальнобойщика По версии SCS Software Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 256 МБ оперативки 64 МБ видео А также 350 ГБ на жестком диске Нас сажают на грузовик Мы неспешно со скоростью 60 км в час добираемся до ближайшего терминала Берем там дешевенький заказ на перевоз мусора За который нам обещают аж 10 тысяч долларов Прикидываем по карте маршрут и бодро отправляемся в путь Минут через 20 при помощи круиз-контроля и минимуме усилий с нашей стороны В плане управления мы приезжаем в пункт назначения и получаем свои кровные денежки Но при подсчете вдруг обнаруживаете, что треть ушла на бензин Четверть на штрафы полиции А еще 10% с вас сняли за то, что недостаточно осторожно обращались к грузам Среднестатистический игрок ломается миссией на третий И жмет Uninstall Наша оценка геймплея 2 балла Графика устарела как минимум лет на 5 Детали грузовиков, конечно, честно бликуют хромированными поверхностями Города больше смахивают на хаотично расположенные картонные коробки А угловатые деревья способны вызвать разве что приступы ностальгии 2 балла за графическое оформление Из магнитолы звучат заезженные до дыр псевдохардрокерские сэмплы А коллеги по цеху неустанно достают игрока по радио Наша оценка звукового сопровождения 2 балла Компания SCS Software уже не первый год уверенно роет своему игросериалу 18 стальных колес уютную могилку Наша общая оценка игры 2 балла Иногда, глядя на название игры, начинающиеся со словосочетания 18 колес, задаешься вопросом Что же движет этими людьми, когда они в десятый раз берутся за заведомо провальную игру? Возможно, кто-то из разработчиков в свое время мечтал стать водителем многотонного грузовика И бороздить бескрайние просторы американской глуши Если у вас в детстве не было такой мечты Американ Лонг Холл не проживет в вашем винчестере и 10 минут Для тех же, кому близка дорожная романтика в антураже автопоездов Наши ответы на ваши вопросы и советы по игре Первый вопрос Какие преимущества дает организация собственной компании? Отвечаем Суть проста И состоит в наборе таких же роботов, как игрок В обоему нового гиганта автоперевозок с целью увеличения денежного потока Почему робота? Да потому что нормальный человек в условиях такой игры Никогда не заработает денег на организацию своей конторы Ему просто не хватит терпения Зато хватит здравого смысла удалить игру с винта Следующий вопрос Чем отличаются модели грузовиков? Только ли внешним видом? Отвечаем В целом да Различия минимальны У тех, что подороже, побольше мощность и получше управление Но в общем-то все то же самое можно достигнуть с помощью апгрейдов вашего старого авто Основной интерес при покупке нового железного коня заключается в кропотливой работе над обвесом Ведь модели грузовиков, пожалуй, единственное светлое пятно в темном омуте Американ Лонг Хауэлл Два года назад, осенью 2006 года, вышли две игры, которые по сей день диктуют стандарты в жанре тактической стратегии на тему Второй мировой Это были в тылу врага 2 отечественного производства и заморский Company of Heroes Многие эксперты ожидали, что между ними развернется нешуточная борьба Однако, они до сих пор мирно существуют Тем не менее, аддоны не заставляют себя ждать И вслед за Company of Heroes Opposing Fronts, о которой мы рассказывали совсем недавно Вышло Стэн Элон дополнение В тылу врага 2, братья по оружию О котором мы расскажем прямо сейчас Сюжетная кампания братьев по оружию состоит из 9 миссий На прохождение которых понадобится как минимум 10-15 часов И в этот раз нас ждут не разрозненные операции, а связанная история В центре событий два старых товарища, вместе ушедшие на войну Один отправился служить в разведку, второй стал пехотным командиром Такое разведение труда позволяет не только рассказывать увлекательную историю Но и совместить масштабные боевые действия с тихими диверсионными операциями В качестве довеска прилагается 5 несвязанных с сюжетом уровней Где можно поиграть за разные стороны конфликта, включая немцев Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1,7 ГГц 512 МБ оперативной памяти И 128 МБ видео А также 4 ГБ на жестком диске Геймплей игры хардкорен да нельзя Причем с первой же миссии Начинается все с безобидного брифинга Начальство ставит понятную задачу В течение 40 минут отбивать атаку фрицев Под ваше командование поступает приличная армия и сотни солдат Пары танков и нескольких пушек А до первой волны немецких захватчиков остаются какие-то 5 минут Вскоре на поле боя появляются фрицы Им моментально учиняют образцово-показательный ад Экран тотчас наполняется взрывами Наши солдаты ведут прицельный огонь из-за укрытий Отовсюду валится убитая пехота Где-то бухает артиллерия А немцы все прут 5 баллов за геймплей Движок игры пережил ряд косметических подтяжек Отчего графика действительно похорошела Особенно заметно преобразилась анимация юнитов При движении по ухабам у танков проминаются гусеницы Солдаты натурально пригибаются Уходив под отстрел И картинно умирают, наткнувшись на злую автоматную очередь Взрывы стали сочнее 5 баллов за графическое оформление Звук у игры совершенно новый и переписанный с нуля Бодрые военные марши на фоне танковых атак Сменяются на еле слышные свирели диверсионных операций А спецэффекты так и вообще были специально подобраны и озвучены для каждого вида техники 5 баллов за звуковое сопровождение Кроме исполинского масштаба, гнятного сюжета и доработанной картинки Братья по оружию содержат также обязательную вязанку новых юнитов Пачку мультиплеерных карт И серьезно переделанный сетевой режим Наша общая оценка Братьев по оружию 5 баллов Братья по оружию Яркий пример того, каким должен быть идеальный аддон Абсолютно самостоятельный С мощным сюжетом Кучей новой техники Доработанным и исправленным интерфейсом За время существования серии В тылу врага Игра заметно преобразилась Если раньше мы командовали небольшим отрядом Из 5-6 человек То теперь в нашем распоряжении Целая армия А задачи по подрыву какой-нибудь забытой богом немецкой радиостанции Сменились на участие в крупномасштабных войсковых операциях Ну а теперь ваши вопросы и наши ответы по игре Первый вопрос Какая новая техника появилась в Братьях по оружию? Отвечаем В Братьях по оружию нас ждет 12 новых видов техники Плюс появились прицепы С помощью которых можно захватить удачно брошенную пушку Прикрепить ее к УАЗу И укатить на другой конец карты Другие новые лица в автопарке игры На которых хотелось бы заострить ваше внимание Это ультраманевренный советский танк Т-26 Который правда взлетает на воздух от одного шального снаряда Но идеален для разведки А также тяжелый танк КВ-2 Один из самых разрушительных в игре Не мудрено, ведь его основное орудие Стреляет 150-мм снарядами Со стороны немцев самым заметным новичком Является танк ПЗ Кауп-3 Ауст-Э И зенитка 61К Ее можно использовать не только в качестве средства ПВО Но также для уничтожения легких танков и пехоты противника Примечательно данная модель тем, что после войны Долго стояла на вооружении Советского Союза Следующий вопрос Как выглядит кооперативный режим мультиплеера? Отвечаем Кооперация в «Братьях по оружию» доступна не только в отдельных миссиях Но и в режиме «Компании» То есть на пару с каким-нибудь своим другом Вы вольны проходить основную кампанию Как по локальной сети, так и по интернету Это, безусловно, разнообразит действия На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак И тот, кто нас не смотрит, тот нехороший человек Заходите в форум на сайте MuzDefistTV.ru Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ-Sobaka-MuzDefistTV.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Удачи и еще раз с наступающим!